Продолжение следует... 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 или взаимозаменяемой. Мне всегда кажется, что если вот какая-то стройная система возникает, то что-то такое не то в ней. Может быть, это из-за моего типа сознания, может быть, мой сознание, мой язык, мой логос индивидуальный, он определён этими числами и дзина 2349, то есть разорение, смена. Может быть, поэтому у меня всегда как бы только поток, некий процесс. А когда всё фиксируется в единую структуру, то мне кажется, это неправильно, недостаточно. Может быть, я сам так. Сухая трава. Вот Никита Алексеев всегда раньше любил, но он, наверное, и сейчас любит, вот эту сухую траву. По 70-м годам ещё я помню это. У него и акции были с сухой травой. Может быть, даже такое название есть – сухая трава. Вот из снега, когда торчат вот такие вот кустики. А вот тут роскошные. Высокий куст. Высокая трава. Что это такое, не знаю. Но вот сквозь неё синее небо с белыми облаками хорошо просматривается. Пахнет. А вот ещё тоже прекрасные жёлтые, светло-зелёненькие. Что тоже не знаю, как это называется. Приближаемся к лифту. 30-х годов. Вот это строение, то сосны, где я в детстве бывал, это эофан, вроде бы, я прочёл. Было построено для номенклатуры советской ранней. Эофаном. Наверное, и вот этот лифт тоже построен им. Или в его мастерской кем-то. И вот этот, интересно, вот этот корпус. Тот ли это иофановский 30-х годов? Или это уже как бы новый, пристроенный? Не знаю. Туда как-то нельзя попасть сейчас, к сожалению. Главное, сухая трава. Судьба сухой травы в руках кантора, который купил у Кабаковского работу жук, с которой Кабаков не получил ни копейки. на аукционе он купил, уже забыл, в каком году. Их, então. Их. 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 Продолжение следует...